Сигналы о вызовах приходят и днем, и ночью. Но главная трудность диспетчера даже не в этом. На каждый адрес нужно отправить бригаду, которая едва успевает приехать с прошлого вызова. Ну вот вчера, за вчерашние сутки было 217 на нашу подстанцию. Это много? Ну это больше, чем обычно. В сутки почти под 30 вызовов. Получается на каждый меньше часа, даже если расстояние не близкое. На том конце провода может быть все, что угодно. От температуры в 37 до инсульта или кровотечения. И везде нужно успеть. Иначе в лучшем случае врачи и скорой ждут возмущения пациентов. В худшем – летальный исход больного. Подстанция должна выдавать 11 бригад. Но, к сожалению, сейчас у нас наблюдается дефицит кадров. Мы не всегда можем выдать 11 бригад. Выдаем на одну, две, а иной раз на три бригады меньше. Снова вызов. На этот раз больной коронавирусом. О прелестях защитного костюма, в которые так ловко перевоплощаются врачи, мы уже говорить не будем. Зато пациент, который требует госпитализации, решил собирать вещи в больницу целых 40 минут. За это время скорая могла бы, например, спасти еще одну жизнь. Но вынуждена ждать. И такая история повторяется из раза в раз. 11.05.10 11.05 По дороге встречаем еще две машины скорой помощи. И в них больные, которые тоже направляются в госпиталь. После каждого такого вызова машина обрабатывается, врачи снимают костюмы, под которыми мокрые головы и спины. Просто смены пролетают. Знаете, утром приходишь, вечером уходишь. Нагрузка очень сильная и устаешь очень сильно. Если работники поликлиники ставят диагнозы после обследований и анализов, то эти врачи должны быстро и буквально на глаз понять, какая помощь нужна. Поэтому желающих работать в скорой мало. Оттуда и дефицит кадров. Не каждый выдержит и непонимание общества. Ведь многим кажется, если врачей долго нет, то они чуть ли не за углом пьют кофе. Смешно, но это реальные претензии горожан, говорят врачи. В то же время, пока на одном конце города кто-то страдает от занозы или просто хочет уйти на больничный, в другом жизненно необходимой помощи не дожидаются. Сигнальный вызов. Очень часто, особенно в вечернее время. Утром надо идти на работу, а человек день провел весело и гурно. Ему нужен сигнальный, что спина болит или давление болит. Хотя он и не является освобождением от работы. А где-то в это время случилось автодорожное или еще что-то. Медики говорят, горожане зачастую даже не знают, где находится их районная поликлиника. Тогда как многие недуги может вылечить именно участковый врач. Поэтому еще раз напоминает, в 103 телефон экстренной помощи, а температура чуть выше 37 не смертельна. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.